Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Daily Europe Online. У меня в гостях мои уважаемые коллеги. Мартин Малик, независимый политолог из Австрии. Славмир Майман, зависимый политолог из Польши, потому что он заместитель директора Института по безопасности и давнешний соратник премьер-министра Дональда Туска и Евгений Кудрец, журналист из Германии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый вечер. Да, ну что ж, есть о чём поговорить в канун Нового года. И давайте начнём с неудачного заявления, которое сделала нештатный советник генерала Залужного, который заявил о том, что, собственно, матерям не стоит переживать по поводу того, что их дети идут на войну, потому что они и так, и так умрут. То есть просто, ну как все люди смертны, они и так, и так умрут. Ну, она уже вылетела со своего, скажем, со своей позиции, да. Но, понимаете, меня что в этой ситуации поражает? Вот, ну я понимаю, если бы человек дал какую-то, там, знаете, необъективную оценку, либо выдал какую-то цифру, например, ну там, потерь, либо ещё что-то, либо западного оружия, не знаю. Но когда человек, находясь у власти, находясь при власти, при главкоме, светует матерям, как бы не парится, ведь так и так, и дети всё равно умрут, ну это просто, извините, клиника. Но не только, как говорится, помощница из Лужного Единой. Виталий Ким, губернатор Николаевской области, глава администрации, заявил о том, что в Украине могут 40 миллионов человек стать под ружьём. Поэтому мобилизационный резерв в Украине неиссякаем. Вот, вы знаете, я вот думаю, конечно, но нужно же следить за тем, что ты говоришь. Во-первых, о каких 40 миллионах мы говорим, а во-вторых, ну как можно просто так вот бросаться, если ты госслужащий подобными заявлениями. Либо, например, министр Свириденко, который говорит, если Запад нам не поможет, пенсионерам не будут выплачиваться пенсии. И, значит, и госслужащие не будут выплачиваться зарплаты. Я когда это услышал, ну минуточку, но это же всё. То есть получается, условно говоря, тот путь, который проходит Украина, маршируя в сторону Европейского Союза и НАТО, привёл к тому, что у нас 90%, то есть у нас государственный долг приравнен к 90% от ВАО внутреннего продукта. Мы полностью зависим от Запада. Если не будет западной помощи, всё. Тогда проблемы будут у гривны, проблемы будут у пенсионеров, проблемы будут у всех. То есть я так понимаю, что мы как бы идём в логике евроинтеграции. У меня слов просто нет. Вот я когда слышу вот эти выступления украинских чиновников, я не понимаю, как можно такое говорить. Господин Майман, вы как оцениваете подобные заявления? Вы знаете, вы меня очень серьёзно перепугали этим набором заявлений украинских чиновников. Поэтому я думаю, что нам следует серьёзно задуматься об этом психологическом настроении, в котором находится украинское руководство во время второго года войны. Это же второй год, когда эти люди, которые отвечают за Украину, находятся в осаждённой крепости. И это, конечно... Извините, господин Майман, извините. Да, да, да. Одну секундочку вы скажете. Вы скажете. Я просто цитату госпожи Мартынюк. Значит, цитата госпожи Мартынюк со ссылкой на СМИ, которая является помощником-консультантом, являлась главком из Лужного. «Сейчас я вижу, как кому повестки дали. Сразу там мамы пишут, они сразу в истерике едва не прощаются с жизнью своих сынишек». Это со ссылкой на украинскую правду. Это неправильно. Не нужна эта истерия. «Нужно верить в то, что ваш сын-герой, он лучший цвет нации. Всё равно мы все умрём. Мы все не вечно. Но даже если это произойдёт, уйти из этой жизни достойно, это гораздо лучше, чем идти по улице, на тебя упадёт кирпич или приедет машина. Бывают разные ситуации». Конец цитата. Я даже не знаю, как это комментировать. Поэтому это сплошной ужас, что человек, который занимает государственную должность, говорит с представителем своего народа такие вещи. Разрешли бы вернуться к тому, что второй год эти люди находятся в условиях, а сожжённой крепости. И это не могло не повлиять на склад ума всех, которые отвечают за Украину, за её военные действия, за то, как обернётся вся эта история. И мы уже в течение этого года заметили, что даже президент Зеленский как-то мечется от каких-то очень резких и нервных высказаний, которые ему не помогают и не помогают украинцам до достаточно серьёзных высказаний крупного государственного деятеля и национального героя. Если уже даже у президента это не всё, это стопроцентно чётко, мы можем ожидать таких довольно странных высказаний у людей, которые просто не выдерживают психологические перегрузки. Это раз. Во-вторых, я думаю, что вот эти люди из этого высшего эшелона власти в Украине, у них только одна идея – победить, удержаться в войне. И они утратили или тратят способность понимать, как думают обыкновенные граждане Украины. Ну, это совет матерям. Ну уж извините, это можно просто перепугаться. Вот всякие усилия, связанные с мобилизацией, они тоже имеют какие-то черты лихорадочных действий. Ну, на лицо одно, что вот моральная поддержка, моральная готовность идти в армию исчерпалась. Что вот то, что было в начале войны, что вот готовность идти добровольцам и сражаться с агрессором, исчерпалась или исчерпывается. То, о чем мы говорили не так давно, что вот украинцы в призывном возрасте бегут в Германию, бегут в Польшу, бегут в Австрию, это тоже свидетельствует о том, что вот этого всеобщего национального подъема, о котором мы говорили еще назад, год назад, этого уже нет. И это очень опасное положение. К тому еще все-таки надо помнить, что вот Украина утратила более 40% своя инфраструктура, исчезла 30% национального хозяйства, что чуть ли не каждый день люди думают, обыкновенные граждане думают об войне, что накопляются всякие претензии к союзникам, к Западу. Это очень удобно сидеть вот в Варшаве и перечислять, но это огромнейшее, я еще повторю, психологическая нагрузка, если даже люди, которые занимают ответственные посты, теряют умение понимать, что думает народ, это очень опасно. Спасибо, господин Майман. Вот господин Маликов, подобные заявления некоторых украинских чиновников. То есть я просто подчеркиваю, что вы понимаете, вот есть атмосфера, я сегодня прочел замечательную фразу, что человека формируют три составляющие. Первая атмосфера, в которой он находится, знаниями, которыми он обладает, и опыт, который он приобретает. И вот мы видим высказывания некоторых украинских чиновников, и они все, вот если взять суммировать и объединить, они все похожи. Они исходят из общего понимания, первое, некой оторванности как ситуации, то есть оторванности от ситуации и попытки себя отделить от основного народа, как мне кажется. Как на Западе воспринимаются, как вы считаете, подобные, ну, скажем, статы? Кстати, я вам скажу, что это же не только это. Вот смотрите, закон про мобилизацию. И сегодня нардеп Гончаренко, Алексей Гончаренко, говорит следующее. Военные выдвигают план, о чем говорил президент Украины Владимир Владимирович Зеленский, о необходимости мобилизации полумиллиона человек, либо 400 тысяч человек. Гончаренко задается вопросом, а будут ли ротировать тех, кто воюет? И вообще, какой план? Какая стратегия? Этот же вопрос недавно американцы ставили, но в письме мы с вами обсуждали. План-то какой? Стратегия какая-то? То есть невозможно затыкать людьми любой вопрос, потому что любая политика это всегда комбинация дипломатии и военных действий. Какой план? Что за 400 человек, тысяч человек? Как это традиционная экономика? Выходит секретарь Комитета по нацсобороне Верховной Радой говорит, воевать будут все. Но воевать будут все, но в отношении данного народного депутата у меня есть сомнения, что лично он будет воевать. Вот объясните мне, как так происходит вообще? Ну, то есть какой-то, но это явно такой неевропейский подход к, скажем так, менеджменту людьми. Можно очень многое сказать. Что касается европейского подхода, не считается меня цинником, но тем не менее, я надеюсь, что пока, пока, во время войны, в отношении вот таких вопросов, что у вас европейского подхода как раз не будет. Потому что европейский подход в такой ситуации заключался бы в том, что вы должны были бы уже сложиться оружие. Потому что это то, что всякие европейские политики и СМИ, и так называемые политологи, и так называемые стратегии, и так далее, которых очень много, очень много эфирного времени и вот возможности публиковаться о социальных сетях вообще молчу. Потому что это именно то, что эти люди Украине настойчиво предлагают. Поэтому не слушайте их, сделайте это по своему усмотрению, идите по своему пути. Это во-первых. Во-вторых, ну да, мы обсуждали то есть украинское общественное Господин Марик, смотрите, когда генерал Ходжес говорит о том, что в Украине куча бродит мужчин и женщин, которые можно мобилизовать, но я понимаю, генерал Ходжес, он далеко от Украины находится, для него это всё ну примерно как для меня война в Сирии. Это кино, просто кино. Но когда говорят украинские чиновники в такой тональности, ну вы меня извините, но тут же возникает простой вопрос. Рано или поздно он возникнет. А вопрос такого характера. Сейчас я просто скажу, вот если произошла война, российская агрессия, с одной стороны есть государство агрессор, но с другой стороны есть кто-то, кто допустил эту войну. Есть кто-то, кто допустил эту войну. И когда закончится война, безусловно, возникнет вопрос о разборе полётов. Не сейчас, но потом. Рано или поздно он всё равно возникнет. и зная и зная это, вот сейчас я договорю, и зная это, что разбор полётов будет. И есть, скажем так, серьёзные вопросы к тому, что было в 2021-2022 году, но мы слышим такие заявления, то есть такое ощущение, что, ну как бы, есть такое выражение, как сгустя вода. Что касается очень-очень важного вопроса, кто допустил войну, я бы назвал в первую очередь не украинских политиков, а западных. В первую очередь и американских в том числе, между прочим. Начиная с президента Обамы. Потому что это они на самом деле. Ну, некоторые, конечно, уже не находятся на своих точностях. Ну, в том числе и сам Обама. Но, по-моему, львиная доля вины кроме, конечно, Путнера, это и так ясно. Его мы исключаем. Насколько я ваш вопрос понимаю, вообще это исключаем из обсуждаемых вопросов. Но это, в первую очередь, это западные политики испортили ситуацию. И Украина сейчас расхлёбывают эту кашу, которую западные политики заверили. Что касается количества мобилизованных или людей, которых выходит вызывать в армию, когда я слышал, вот это количество, предполагаемое количество, то есть 500 тысяч, не было сразу ясно, что армия надеется, называя вот эту цифру, что армия надеется получить в лучшем случае, в лучшем случае половину, если не вообще, или трид, потому что это и так ясно, что полмиллиона человек, это просто исключено. Это, это, я даже не хочу вставаться в подробности о проблемах вот вот такого, такой гигантской совершенной мобилизации, каком этого, я пока не понял, может быть, были названы в Украине уже какие-то конкретные сроки, но я их пока не слышал. Но если кто-то скажет, допустим, ну, мы хотим призваться за предстоящие три года, но это может быть, вот это я еще допускаю, но за, я не знаю, за месяц или как, это просто исключено. Спасибо, господин Майкл. Спасибо. Такой инфраструктуры просто нет в Украине. Дайте мне еще кое-что сказать в отношении полили менее удачных заявлений украинских политиков. то, что вы назвали, это действительно мягко говоря неудачно. Даже если я допускаю, что госпожа Свериденко в той высокой степени права, если в том смысле, что если не будет даже западной помощи, но я все-таки уверен, что он будет. По крайней мере, только так, когда западный август и американский конгресс наконец-то выйдет из зимних каникул и наконец-то начнется заниматься важными вопросами. Они по таки тут распаковывать. Если Украина действительно осталась без западной помощи, тогда будут тяжелее последствия. вопрос, может ли Украина вообще дальше воевать. Но я слышал, причем вчера буквально, что Международный валютный фонд по-прежнему дает Украине определенные средства, и что хоть этот источник финансирования пока не прекращает. но это понятно, кто стоит за Международным валютным фондом. Это западные страны в первую очередь. Это не Африка решает. Разумеется. И что касается, я хочу на это указать, потому что мне кажется, что это немаловажно. Что касается дурных заявлений, у нас в смысле на Западе столько дурных заявлений в отношении вашей войны, что иногда сказать, что волосы стоят дипом, означает ничего. Господин Малик, мне лично плевает на заявления, которые происходят на Западе. Но люди не живут в Украине. Они могут говорить все, что они считают нужным. Мы прекрасно понимаем, что на Западе. Вот это заявление влияет на политическую установку. Господин Малик, послушайте, вы понимаете, то, что вы сейчас хотите сказать, это примерно следующее. Я должен говорить обо мне. То есть я должен от этого взвесить, что вы со своей женой, если вы меня будете со своей женой обсуждать, я должен из-за этого переживать и думать, что вы в семье обо мне говорите. Нет, это не то, что я имел в виду. Вот эти заявления, я имею в виду дурние, но всякие разумные, с этим спориться невозможно. Но вот эти дурние заявления у вашей войны, они почти всегда громче. Они гораздо громче. господин Малик, ну послушайте, ну вы заявление, да плевало на заявление, которое происходит на Западе, но каждый думает о себе, а я ему еще раз говорю, меня в этой ситуации как бы удручает другое, что когда это говорят на Западе, вот такой Ходжес, ну что я могу предъявлять Ходжесу? Ну и говорит, и говорит. Но когда вот так вот говорят внутри Украины, то есть люди, которым доверено управлять страну, которым доверено вывести Украину из этой войны вот в разряде победителей, победить российских оккупантов, вот в войне победить, когда я слышу подобные рассуждения, которые, ну, они попахивают, нет, цинизм это не это вот слово легковесностью, вы понимаете, легковесностью, вот это вот меня удручает, что они внутри страны. Евгений, смотрите, вот господин Малик снова произнес свою коронную фразу, что Запад виноват в том, что началась война. Ну, послушайте, ну, это все равно, что я скажу, что господин Майман, например, виноват в том, что у меня нет Роллс-Ройс. Ну, примерно то же самое, да? То есть, вот как я могу... Ну, как господин Майман, сделайте что-нибудь. Да, да. То есть, вы понимаете, я не могу же... Ну, то есть, это странная постановка вопроса. Если я, например, подрался со своим соседом, то я должен обвинить господина Маймана в том, что он мне не помог, скажем, избежать схватки со своим соседом. Если можно было бы установить соседа общими усилиями, Господин Малик, ну, перестаньте, на чем вы говорите, но давайте возвращаться к реальной жизни. С Россией все взаимодействия, включая ваших друзей австрийцев. Понимаете, я говорю о другом... В том-то и ошибка, но вот это то, что я имею в виду. Да дело, господин Малик, это не ошибка, вот понимаете, это реальная жизнь, это не ошибка, это реальная жизнь. Мы живем в королевстве кривых зеркал. Послушайте, посмотрите, посмотрите Азербайджан, да, спасение утопающих, телорук самих утопающих. Нужно выстраивать равновесие так и баланс политики так, чтобы ты мог держать врагов еще ближе, чем друзей. Какие бы они ни были, вы понимаете, нужно подстраиваться под обстоятельства, под ураган, под дождь, под холод. Человек же адаптивное существо, и страна должна быть адаптивная, понимаете, и не рассчитывать на то, что там, значит, в Австрии или еще где-то там должны, но вот это вот, как вводить санкции против Рейфайзенбанка. Это смешно просто. Почему Рейфайзенбанк не может, значит, работать в России? Объясню. Россия, государство-агрессор. Ходицы, я объясню, почему. Ну, это же достаточно просто, что этот Рейфайзенбанк сидит 30-летие в Москве и зарабатывает там пешеные деньги. Ну, ты не набьешься экономистом, чтобы это понять. Срабатывает пешеные деньги, и вот именно 30-летие оплатит гигантские средства российскому бюджету. И таким образом финансирует, участвует в финансировании российской армии и вот всей этой войне против Украины. Это вообще никто не спорит. Кто хочет, как с этим спорить. И мы уже два года, мы уже мы два года думаем и не знаем, что делать. Господин Малик, ну, хорошо, это примерно то же самое, что я прицеплюсь к официанту в польском ресторане, где-то в центре Варшавы, да, есть у меня один любимый ресторанчик. Я прицеплюсь к официанту, то, что он обслуживает гражданина России. Ну, вот, например, да, вот я прицеплюсь, ну, так знаете, что будет? Ну, вызовут полицию, да, либо вызовут, ну, сумасшедший дом, то есть, я имею в виду скорую помощь. Ну, кого-то это вызовут. Я вам еще раз говорю, завтра Польша, например, поссорится, я не знаю с кем, но там с Германией, например, да, так что это означает, что, ну, например, Украина не должна торговать с Германией, ну, я утрирую, я же, вы понимаете, о чем я говорю. Это международная политика, ну, почему Австрия должна прекращать работать в России, если, ну, Россия для Австрии это партнер. Ну, то есть, я этого понять не могу. Для Украины Россия государство агрессор. Вот так случилось. Для Австрии это партнер, для Польши это может быть партнером. И не вправе требовать то, что неосуществимо. Это же реально какая-то трезвая политика. Господин Кудрец, Евгений, вот, 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 возвращаясь к этому исходному тезису, ну, не в этом ли это проблема, что, вот мы говорим, Запад не помог Украине, Запад не спас Украину от войны, но когда мы постоянно, вот вы понимаете, это же типично, господин Малик, такое впечатление, что живет в Украине и уже начинает переживать. Может быть, господин Малик где-то живет в районе Киева, но прячется, понимаете, от нас. Вот это же типичное рассуждение Украины. Вот Запад виноват, да, Запад нас не уберет, Запад тот, Запад тот, Запад ничего не понимает. Ну, разве это не дело Украины встраивать отношения с ней? А то есть, не вешаги. Давайте я вас всех померю. Есть такой хороший еврейский анекдот. К родину приходит один человек и рассказывает свою проблему. Он ему говорит, да, вы правы. Приходит другой человек и рассказывает совершенно противоположное. Ну, абсолютно противоположное. Он говорит, вы правы, уходит этот человек. Жена раввина говорит, я не пойму ничего. Этот пришел, ты сказал, что он прав, пришел второй, совершенно противоположное сказал, ты сказал прав. Говорит, да, ты тоже права. Понимаете, в чем дело? Каждый в чем-то прав. И тот, кто говорит, что Запад виноват, тоже прав. Ну, косвенно и частично Запад все равно несет какую-то ответственность, потому что он все-таки Украину опекает не два года и не десять лет, а больше. И, понимаете, мы можем в какие-то крайности пускаться. С одной стороны, сказать, что вот Запад такой всякой коварный, с другой стороны, в другую сторону, сказать, что Запад тут ни при чем, вообще он хороший, а вот мы сами допустили. Все виноваты в какой-то степени. Но Запад виноват в том, что он Путину не нашел язык общий с Путиным, вернее, подход к Путину не нашел, а вместо того, чтобы жестко с ним действовать, он лебезил, заигрывал Северный поток, два запустили, попытался запустить уже после аннексии Крыма и так далее. В общем, к Западу масса есть проблем, масса вопросов и масса претензий. Но это не исключает то, что Украина тоже должна была, так сказать, не дремать и пытаться выстраивать какую-то политику. Понятно, что вот эти все минские соглашения это была такая вот уловка. Это все мы прекрасно понимаем. Но, тем не менее, Украина не совсем, так сказать, подготовилась к тому, что произошло почти два года назад. И масса есть вопросов, но я думаю, что вина должна быть общей и Запад должен совершенно трезво смотреть на эту ситуацию, потому что Запад любит витать в облаках и как-то периодически опускаться на землю, а потом опять куда-то отрываться. И вот сейчас вот то, что произошло, атака вот сейчас ракетная на почти семь или восемь городов, должна сейчас Запад как-то еще раз отрезвить и понять, что происходит, и чтобы приблизить, так сказать, к земле. Потому что Запад любит рассуждать очень так не конкретно, а абстрактно. Да, господин Малик. Я никогда и нигде не говорил и не говорю и не скажу, что Украина все правильно сделала. Да, ничего подобного. Вы все не хуже меня или гораздо лучше знаете вот все эти проблемы, с которыми Украина имела дело в постсоветское время. Да, мы все более или менее это знаем, вот наши зрители знают от коррупции, от и до и до, но в чем самая главная ошибка в Украине постсоветского времени. Эта ошибка была сделана, причем не всем народом, естественно, а испирателями, но тоже не всеми, а определенной частью украинских испирателей, которые голосовали в 2010 году Саену Ковальча. Потому что этот ужас начался. Я не очень трог Юлию Тимошенко, чтобы это было ясно, к ней тоже есть масса претензий. Но с президентом Тимошенко все было бы однозначно иначе. То есть история пошла бы совершенно другим путем сквозь его более хорошим путем. Правда, я понимаю, что это достаточно опасная дискуссия. Она превращается из политической в историческую дискуссию уже. И можно даже сказать, что еще гигантская ошибка в Украине была совершена в 17 веке на Переславской радио. Господин Малик. Поэтому я понимаю, что это очень сложно. Это сложно. Это сложно. Давайте мы еще вспомним Гадзятскуни и прочие документы. Мы возвращаемся под наши дни. Если вы хотите спросить, какая была проблема у Украины, я вам скажу, какая проблема была. Проблема была в том, что изначально людей вводили в заблуждение. Людей вводили в заблуждение в угоду абсолютно таким низменным личным интересом. Низменным личным интересом. Потому что Украине пытались внушить, что Украина это Польша, что Украина должна доказывать, что она Европа. Вот понимаете, что мы должны слушать как в Европе и делать как в Европе и тогда мы будем Европой и мы всегда хотели, чтобы нас признали как Европу. Дочекать нужно было, понимаете, на то, что считают в любой европейской стране. Если мы сами считаем Европу, какое нам вообще дело до того, что говорят о Европейском Союзе в Австрии, Германии. Украина должна была быть просто самодостаточной страной и всё. Не говорить о том, что Украина не Россия, и что Украина это Польша. Вечно, понимаете, смотреть на Польшу как вот обращик нашего движения. Мы как Польша пойдём вперёд и как Польша значит мы станем членами Европейского Союза сделаем вот этот leap in the dark, вот этот прыжок в неизвестность, в светлое будущее. Вот если вдуматься, это же просто трагедия. Трагедия, что вот это впаривали. Ну а естественно, извините, я европейских экспертов, вообще, я очень много знаю, я очень хорошо понимаю европейский менталитет. Когда, грубо говоря, на европейского политика либо эксперта смотрят как на мессию, вот так он начинает играть мессию, приезжает в Киев, либо ещё так, начнём с коррупции. Вам нужно сделать это, вам нужно сделать вот это, а вам нужно сделать вот это. Теперь приедём, а здесь, ну вам же нужно меняться на пути европейской интеграции, ну вы же хотите, вам нужны и это, сделать и то. И вот так вот смотрят вот на вот это вот с Европы спустился, с коры, с коры просто спустился со скрижалем Моисей. И такие Моисеи, заезжие, понимаете, вот европейские аферисты, они пудрили украинцам мозги, понимаете, разница лишь в том, что пытались пудрить и россияне, но россияне всегда были заведомо в прогрешном положении, потому что как бы Запад, ну и советское время на Запад ориентировались, западные брюки, западные джинсы, западный стиль жизни, Запад всегда осуществился с успехом, понимаете. Вот и поэтому Россия в принципе проигрывала, но проблема Украины была в том, всегда, что смотрели и туда, и в сторону Запада, но нужно было развивать собственное государство, господин Майман, ну разве это не так, ну почему необходимо было остановиться второй Польшей, ну бред какой-то, а почему Польша не хотела стать второй Украиной, может быть Польша бы вышла из Европейского Союза и делала бы как Украина, почему не так? Знаете, через вас говорит какой-то горький идеализм, идеализм неизбывшихся надежд, я думаю, что вот это боль неизбывшихся надежд, это очень важно настроение украинца, и вот у этих дам и господ, которых вы вначале цитировали, которые несут какой-то бред политиков украинских, эта боль неизбывшихся надежд проявляется вот полным отрывом от того, чего хочет и чего от них ожидает народ, а вот у вас, Михаил, я сказал, что эти неизбывшиеся надежды, потому что год назад это все выглядело совершенно по-другому, а в этом году все смешалось в доме Аблонских, вот она проявляется вот какой-то как-то идеалами особой роли Украины, я вам скажу так, нет третьего пути, нет третьего пути в нашей части Европы, или ты с Россией, или ты с Западом, или с Европой, или с Россией, вот, и конечно, есть такие промежуточные явления, скажем, как Сербия, которая, ну она же, Сербия о чем мечтает? Она мечтает, чтобы ворваться в Евросоюз, они берут, поэтому она заигрывает то с Китаем, то с Москвой, вот для Украины не было какого-то третьего пути, мы 40 миллионов человек, мы большая сторона, у нас хлеб, одно море, второе море, может быть, и третье найдется, и нам не нужны ни немцы, ни русские, а поляки, пожалуйста, пусть дерзают, пусть там изменяют свой менталитет вот прекрасных, веселых славян, пусть станут грустными немцами, как мы и стали, вот, нет этого пути, и всякие иллюзии, что вот можно было как-то между этими двумя полюсами найти свой третий путь, они несерьезные, почему они несерьезные, и опасные, потому что они отвлекали в прошлом украинцев от главной задачи, как можно быстрее оторваться от России, это очень трудно, оторваться от России, и как можно плавно, может быть, не так болезненно, как Польша 30 лет назад, перейти на сторону Запада. господин Майман, я, вот, понимаете, я, вот мы вот говорим очень красивыми фразами, оторваться, вот это сделать, вот давайте говорить практически, да, вот безвизовый режим, который Украина получила, это очень круто, вы знаете, вот до войны, например, я мог в пятницу улететь в Гданск, побыть несколько дней в своем любимом Гданске, Гданск обожаю, это замечательный город, намного больше люблю, чем Варшава, либо Краков, и в воскресенье улететь обратно, просто потому, что безвизовый режим, у меня бы никто не спрашивал ни страховку, ни сколько у меня денег, вообще ничего, просто по паспорту, вы понимаете, всё, всё, вы понимаете, вот вся европейская интеграция, это, условно говоря, безвизовый режим и возможность свободно, свободно торговать, ну там, с Европейским Союзом на основании зоны свободной торговли, и дальше там можно сближать стандарты, можно сближать где-то, где нужно гармонизировать законодательство, это нормально, так же, как граждане Израиля, по безвизовому летает европейский Союз, и всё, вы понимаете? да нет, не всё, далеко не всё, а что ещё, вот подождите, вот что ещё? безвизовый режим, Шенген, это всё очень приятно, я очень обрадовался, когда первый раз, первый раз в жизни, поехав в Лондон, никто раз меня не требовал всяких там дурацких документов, это очень приятно, но это, это поверхностно, свободное движение людей, свободное движение товаров, это одно, но Евросоюз, это всё-таки большое, большое дело по сближению народов, я упомянул менталитет, да, в связи с тем, что мы стали членами Евросоюза, чтобы начали соперничать с другими членами Евросоюза в области экономики, и сотрудничать, и соперничать, это коренным образом изменило польский менталитет, отношение к труду, отношение к религии, и ещё одно, мы всё время говорим о коррупции, я говорю, что она интегрально связана с олигархическим строем Украины, вы говорите, вот румыны в Евросоюзе, у них тоже коррупция, у всех есть коррупция, вот то, что мы упразднили эту страну Евросоюза в основном, мы упразднили эту коррупцию, олигарх, всех этих паразитов, это намного больше, чем то, о чём мы говорили, что можно торговать и ездить без виз, и ещё одно, это не только отцы Евросоюза имели великую мечту создания Содружества европейских народов, это на самом деле не только от торговли, мы не торгаши европейцы, у нас есть всё-таки идея, которая привела к тому, что можем торговать, можем ездить, можем обмениваться нашим духовным строем, нашим менталитетом. И ещё на последние два предложения, я вернусь к Украине всё-таки, Украина всё-таки прозевала несколько десятков лет, потому что не приняла никакого решения, не отошла до России, и не приблизилась к Западу. Господин Маймон. И о Кулачме, о Кравчуке, но я тоже ещё раз напомню, что вот народу украинскому, украинскому народу, элитам, прежде всего, не хватило этой политической воли, чтобы сказать, да, мы Запад. Господин Маймон, ну вот вы знаете, я вас слушаю, я вот, честно сказать, ну, я удивляюсь. Давайте говорить не о Польше, а будем говорить о моей любимой Австрии. Скажите, пожалуйста, где сидят либо сидели дети Азарова, где сидели дети крупных чиновников, нынешних, российских, украинских, бывших? Я вам скажу, где в Вене. Я вам скажу, господин Маймон, что вы удивитесь, но в Вене, в Австрии, тоже есть коррупция. Серьёзно, есть коррупция, несмотря на европейское единство, вот это ощущение вот общих вот этих начал, ценностей. Ну, вы понимаете, это всё, знаете, ну, как бы, ну, как вам сказать, это всё из разряда фантастики, понимаете, просто фантастики. Поверьте, я вот читал мемуары Жанна Моне, вот у меня они есть, я вам покажу, на полке стоят, да? Ну, вы понимаете, ну, читал мемуары Жанна Моне, ну, пишет он очень много там пафосных, абсолютной речей и так далее, это всё понятно. То есть, как бы, вопрос в чём? Вопрос в том, что Европейский Союз начинался как сугубо технологическая сдача по решению проблем восстановления европейской экономики, да? на втором месте упреждение войны, хотя бы война и так не состоялась даже без Европейского Союза больше. Но вопрос же в другом, но то был другой исторический контекст, то были совершенно другие цели, и Украина другое государство, понимаете, Украина, ну, как бы, цель, вообще, Украина начинала свой путь с 52 миллионами граждан, с экономикой намного сильнее, чем Польша. Украина самое большое европейское государство, ну, по крайней мере, было до начала российской агрессии. Ну, самое большое, больше Польши, там больше Франции, самое большое. Ну, было же понятно, что проглотить Украину в Европейском Союзе будет очень сложно. Было же понятно, что этот уход Украины, он вызовет раздражение с другой стороны, вы понимаете? Ну, посмотри, ну, 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 просто как он себя мудро ведет, или Азербайджан, ну, зачем? Зачем кого-то дразнить? Зачем что-то стараться делать, если можно получать выгоду от всех? И с европейцами сближаться на уровне безвизового режима, и с теми сближаться, и с этими. И быть, иметь уникальную позицию, когда ты выигрываешь как раз из-за того, что ты как надежный партнер, как мост для всех, вы понимаете? Как мост для всех. И всё. И не нужно, ну, грубо говоря, вот вы посмотрите, мы задекларировали, мы идём в НАТО, да? Значит, случилось то, что случилось. Если в 97-м году, когда Польша вступала в НАТО, Россия была слаба, и Польша — это Польша, то в случае с Украиной Россия вскипела. Окей, мы боремся с Россией ценой жизни граждан Украины, но мы не получаем должной поддержки от НАТО с одной стороны. С другой стороны, то есть мы боролись за то, чтобы попасть в НАТО, чтобы получить безопасность, по факту мы получили войну. Понимаете? Это тоже правда. Так вот, возникает вопрос, стоила ли игра встреч? Зачем это было всё нужно? Понимаете? Свечи точнее не встреч, хотя и встреч тоже. Господин Малик. Это опять очень сложный вопрос. Я всё-таки считаю, что главная доля вины лежит на странах Запада. По многим причинам. Это имеет огромное количество причин. Есть субъективные, есть субъективные. И вот субъективные заключаются, например, тут тоже и очень многих, но есть, например, одна субъективная причина заключается в том, что сападноевропейские политики и американские тоже не очень доходили заниматься Украиной до начала крупной войны. Зачем Украине было заниматься? Украина сама в состоянии было заняться Австрией. Украина намного больше, чем Австрия. Украина могла заняться Австрией, понимаете? О чем вы говорите, господин Малик? Это примерно то же самое. Господин Малик, я захочу, опять Европа, я захочу приехать, например, в Австрию, делать карьеру в Австрии. Первое мое решение будет это поселиться у вас дома. Второе мое решение будет жить за ваш счет. И если вы мне не позволите, я буду говорить о том, какой вы плохой и как вы мне ломаете жизнь. Вы понимаете? Но вы понимаете, в чем логика? Послушайте, Украина огромное государство. Да не нужна Украине Австрия. Это Австрия должна бегать за Украиной, искать возможности дополнительные в Украине, как заработать деньги. У нас есть филиар Рейфейзенбанка в Украине. Это слава богу. Я даже клиент Рейфейзенбанка Украины. Я не знал этого. Да. Австрия очень маленькая страна, но почему-то ее экономический потенциал превосходит украинский. А почему так получилось? Ну, это тоже целая длинная история. Я все-таки считаю, что мы на том же самом континенте и что надо немножко беспокоиться друг в друге, они сказали, ну, вы там соседей, а выясните, во что он горит, какая нам разница, господи. Самое главное, чтобы мой дом не горел. Да, послушайте, вы такие пожарные, господин Малик, вы такие пожарные, что вы бегаете со спичками, понимаете? Нет. Нет, конечно. Наоборот, я с поливочным шлангом бегаю, чтобы тушить пожар. Но наши политики не справляются с этой задачей. господин Малик, вы знаете, я вам скажу, что Рейфайзенбанк идет ни в какое сравнение с любым украинским банком, просто потому, что любой украинский банк лучше Рейфайзенбанка. Я вам хочу сказать, что Рейфайзенбанк это единственный банк в Украине, ну, я просто имею дело с украинскими банками, это единственный банк, который дал простынь целую, где нужно было расписаться, что ты не имеешь никакого отношения к государству-агрессору, что у тебя там нет собственности, что ты не имеешь никаких деловых связей с государством-агрессору. Это при том, что сам Рейфайзен работает в России. Это смешно. Да. Вы понимаете, вот Рейфайзенбанк заставлял подписываться, что не имеешь отношения к государству-агрессору, каждого своего украинского клиента. С этим Рейфайзенбанк связано много смешного. Господин Малик, ну вот просто мне вот это вот при всем уважении вот к Ивам, господину Майману, я говорю в целом о Западе. Я жил два года в Австрии. Но я знаю уровень этого цинизма, когда в центре Вены сидят серьезные люди в одном известном институте, где вы тоже были. Они рассказывают, как нужно распилить грант, который вот дословно говорят. Как распилить грант? Вот давайте займемся защитой прав человека, условно говоря, в Руанде. Я хорошо помню этот разговор. Я даже мог бы вам сказать, в каком институте он происходил, в центре Вены. Да потому что это цинизм все. Да плевать они хотели на Украину, вы понимаете, плевать хотели. Извините, господин Майман, да, ваша реплика. Вы приуныли, да. Знаете, когда я вас слушаю, Михаил Гил за огромнейшим интересом, кстати, у меня как-то напоминаю, я как-то вспоминаю граждан Советского Союза, которые выезжали за границу, они сидели напротив меня и говорили, у нас все есть, у нас все лучшее. Зачем нам Австрия? Мы побольше. Зачем нам Польша? У нас свой путь. У нас все есть, у нас все лучшее. А потом я выходил на улицу и видел этих граждан, как стояли по середине улицы, и один кричал к другому, Иван Петрович, давай сюда, ручки разноцветные дай. Вот извините за это сравнение. Я думаю, что это звучит парадоксально, это звучит достаточно горько, что война, этот ужас, которым является война, она как-то способствовала тому, что Украина попала на правильные рельсы. То есть рельсы, которые ранее или позже приведут в НАТО и приведут в Евросоюз. Потому что вот что мы имели до этого? Были всякие зигзаки украинской политики, Майдан, один Майдан, другой Майдан. Были плохие президенты, хорошие президенты была госпожа Тимошенко, в которой влюблен наш австрийский коллега. для Украины все это время являлось какой-то частью Советского Союза, скажу жестче, какой-то частью российского коммунвальца, российского содружества. Ну, конечно, со своими мечтами, со своими особенностями, со своей вышиванкой. Но не оторвалась от этого советского корня. Никак не получалось. Вот этот ужасный переборот судьбы, которым является война, показала, куда ведет путь Украины. Я года полтора-два до войны в четырех вузах Украины вместо с моими немецкими коллегами читал лекции, как попасть в Евросоюз и почему надо стремиться к Евросоюзу. Меня так слушали, у всех было в глазах и профитеров, и студентов. в глазах было такое серьезное наплевать. А зачем нам это надо? А что нам плохо, что ли? Вот война привела к этой смене век. Это раз. Это звучит довольно жестоко, но я думаю, что это правда все-таки. То, с чего мы начали. То есть со странных высказаний, я бы сказал, чудовищных высказаний некоторых политиков украинских. сейчас во втором году войны стоит ребром вопрос. Соответствует украинское руководство, украинская бюрократия, украинские элиты? Соответствуют они ситуации? Когда уже кончилось шапка закидательства, когда мы перестали считать, что вот неделька-две и мы будем в Крыму, что вот видим, что война она всерьез и надолго, что надо показать народу не то, что вот мы сейчас там 400 тысяч призывников найдем и пусть матери не платят, все равно помирать. Ну вот, что надо показать народу настоящий горизонт. К чему мы ведем к победе? Через три месяца нет. Горький опыт какого-то наступления, который вот потому, что был раздут эта идея наступления привела вот к разочарованию, показывает, что вот нет, в течение трех месяцев войны не закончен, что в течение следующих лет не восстановим народное хозяйство. Какой же этот горитон? Тут я начинаю бояться, что украинское руководство остеряется где-то между потоком претензий ко всем, начиная с запада НАТО и черт не знает кого. А весьма натуральным стремлением во время войны к бонапартизму это еще одна опасность перед Украиной. Вопрос не в том, что вот есть у нас третий путь и у нас нет этого пути. Но вот какой горизонт, какое будущее руководители Украины готовы показать своему народу и чего кстати из этих направлений соответствует настоящим нуждам украинцев. Гибнут на фронте, я думаю, что нет. Господин Майман, я просто отреагирую к поводу светского гражданина. Послушайте, вот у вас замечательный банк Миллениум, например, в Польше. У вас есть М-банк, например, в Польше хороший. Так вот, М-банк и банк Миллениум, это польские банки. Они работают намного лучше. Они не польские, они португальские. Капиталы из Португалии. Нет, Миллениум. Миллениум это банк польский. Это польский банк, Миллениум. Миллениум португальский банк? Хорошо. В Украине я назову ряд банков, условно говоря, ну, не буду рекламировать, неважно, какой банк, не возьмите. Он намного быстрее, эффективнее работает, чем Рейфайзенбанк. Рейфайзенбанке нужно заполнять 150 формуляров, и ты просто засыпаешь, пока ты все заполнишь. В Украинском банке ты за секунду зарегистрировался, все транзакции вот так проходят. Вопрос не в этом. Это, знаете, как это, ну, вот есть два как бы комплекса. Первый комплекс провинциал, а второй комплекс это комплекс белого человека, как любят говорить эстовичка. Вот это вот, ну, европейцы, они вот любили, да, вот приезжать с таким пломбом, вот мы с Европы, вот это вот, вот там и так далее. Послушайте, вы же, я думаю, были во Львове, но во Львове на каждом углу магазин Apple, на каждом углу какие-то дорогие магазины, но Львов ничем не отличается по сути от Кракова, при том, что Украина не в Европейском Союзе. Это говорит только об одном, это говорит о том, что при желании можно создать, ну, условно говоря, стандарты Европейского Союза в Украине, вот так вот, как есть во Львове, например, с теми же дорожками, с теми же трамваями, со всем тем, вы понимаете, что есть в Кракове, при этом Украина не в Европейском Союзе. Я просто еще раз артикулирую свою тезию, что мне занимает время у господина Кудрица, что в моем представлении вот география играет в большую роль. Нельзя сравнивать Польшу и Украину просто потому, что это разные истории, разные страны, и плюс не забывайте, что очень важно, Украина в 20 веке получила уникальный шанс. Это впервые, когда Украина вот в рамках своих территорий стала настолько большой. Вот понимаете, ну, то есть у Украины не было такого опыта, как был, например, у Польши с Речью Посполитой, самостоятельного королевства, самостоятельного государства и так далее, но это тоже факт. Поэтому Украина свой какой-то путь исторический и своя география с огромной протяженностью, ну, граница с одной известной страной. Поэтому, когда говорят о том, что Украина должна была биться, чтобы вступить в Европейский Союз, господин Малик, замечательно, а почему же Украина сейчас не вступила в Европейский Союз до сих пор? Посмотрим, сколько времени это займет. Дорога ложка к обеду. Почему сейчас не принять Украину в Европейский Союз? А никто не хочет пока принимать, потому что идет война, и вы это прекрасно знаете. Поэтому здесь это цинизм, циничная западная политика, которая не менее цинична, чем российская политика. Именно поэтому необходимо было выстраивать собственное государство с опорой на собственные силы, на собственную национальную оборону. Все. Больше ничего у Украины было, ну, то есть, не нужно просто развиваться в своих границах и выстраивать со всеми нормальные отношения. Как вы считаете, господин Евгений? Да. Ну, мы об этом, кстати, в прошлый раз уже говорили. Мне кажется, что вы в каких-то немножко иллюзиях таких, абсолютизма такого пребываете, что можно было найти какой-то третий путь, проскочить между капельками, и что Россия бы на это ничего не ответила. Мне кажется, что это заблуждение, не смогла бы Украина найти свой третий путь, его, по сути, и нет, как сказал господин Майман. Я вот считаю, что поздно действительно оторвалась Украина от России, но сейчас что мы уже можем, мы можем только это констатировать. Я вас перебью, Евгения, вот еще раз, вот вы говорите, вот вы же не пропагандист, а когда говорят, например, нужно, Украина убежала от Мордора, Украина убежала от там орков, да, вот эти красивые баннеры, где украинский воин, а напротив него ужасный орк, у которого текут слюни, вы понимаете? Это все хорошо на уровне пропаганды, понимаете, вот эти вот банны. Нет, нет, дело не пропаганды, я в практическом плане говорю, что нужно было оторваться от России, не... Подождите, да и что значит оторваться? Вы поймите, что границы, границы, но они все равно не меняются. Ну, то есть, если страна, как ты к ней не относишься, она находится под боком, у тебя есть единственный шанс искать ту модальность, которая тебе позволит выстраивать с ней какие-то отношения, если у вас такой протяженности границ. Вообще, вот эта формулировка оторваться от России, которая была придумана определенными пропагандистами, она изначально была не работающей, потому что Россию ластиком не сотрешь, не поставишь забор, который полностью отградит Украину от России, нельзя. Это же классический сюжет фильма «Небеса обетованные». Вы понимаете, когда по вот фильму Рязанова знаменитых, когда они сели в поезд и просто улетели на небесу на небеса обетованные, да, вот этой советской савдеповской жизни. Но это же не работает. Нужно же реально смотреть, но никто не уберет Россию, невозможно стереть ластиком и сравнять Кремль с землей. Нет, я не говорю, что нужно было сделать вид, что Россия вообще не существует. Дело было в идеологии. Украина не нащупала сразу, она не сказала, что мы идем другим совершенно путем, у нас другая история и так далее. Было все, начально, 90-е, это было все связано. но если бы, хорошо, вот вы говорите, не нужно было с Россией тогда тоже налаживать контакт, общие, этот самый, таможенный союз и так далее, общие, там может быть, валюты, это, потому что вот это СНГ вначале, для чего это было создано, союз трех братских стран, Россия, Украина, Беларусь, потом к ней стали присоединяться среднеазиатские страны, и все это превратилось, знаете, во что. Так что, вот это начально, 91-й год, когда возникла вот эта триада, были совсем другие взгляды, и, кстати, Украина тогда не отворачивалась от России, наоборот, пытались как-то взаимодействовать, а потом уже началось вот это идеологическое расхождение, что пошли совершенно разными путями, потому что Россия, наследница Советского Союза и Царская Россия одновременно, Украина, советский период, в принципе, хочет забыть, забыть, и, как вы говорите, стереть ластиком. Так что, с Россией, естественно, нужно было налаживать какие-то связи, но, я опять говорю, СНГ, вначале были большие надежды, что это будет чуть ли не второй СССР, что там можно будет заключать какие-то договоры, но Украина быстро разобралась в этой конторе, выяснилось, что это просто какая-то профанация, это формальная совершенно структура, и, собственно, с Россией, очень сложно было наладить такой контакт, хотя, когда вот был Кучма, мне кажется, что у Кучмы как раз с Россией не было каких-то таких противоречий, несмотря на ту книгу, которую вы постоянно цитируете, но Украина, вот правильно говорите, нужно было свою выстраивать концепцию развития. Евгений, послушайте, ну, что вы хвалите того Кучма, но ведь это Кучма сделал так, чтобы в четвертом году Запад схлестнулся с Россией на территории Украины. Вы что, забыли, как Россия беспродукным образом вмешивалась в избирательную кампанию, лепила этого мудыка Янаковича, вызывала сюда политтехнологов, которые здесь кормились и рассматривали о том, что... Я все помню. Избирательный Куч. Так вот, проблема Кучмы в том, что он не сформировал ситуацию, при которой и та, и другая сторона, они бы понимали, что Украина это не арена для боев, что в Украине самостоятельная политическая система и бесполезна и одним, и другим ходить сюда, понимаете? То есть нужно было выдвигать, строить грамотную политику внешнюю Кучме, нужно было выдвигать грамотного преемника, условного Тегибка, да, а не Мудыка Янукович, абсолютного, бесполезного человека. И все. Поэтому, что все хвалят этого Кучма? Я его не хвалю, я считаю, наоборот, что Кучма, Вячеслава президент, красный, директор, я еще помню, когда он был премьер-министром, он говорил, скажите мне, что делать, я не знаю. То есть это совершенно некомпетентный человек, случайный, можно сказать, который оказался на самой верхотуре. Я его совершенно не хвалю, я считаю, что с ним тоже было потеряно много времени. По поводу Януковича это российский был, так сказать, ставленник, и все это прекрасно знают, и технологи всякие, Киркорова и Баскова приезжали и агитировали, это все прекрасно тоже помнят. Так что много было потеряно времени, и сейчас уже просто, ну что мы пытаемся задним числом что-то как-то так, нет, анализ это очень важно, потому что без вчерашнего анализа мы не можем строить будущее, сегодня все ошибки, конечно, заключены в прошлом, но то, что касается, идеология очень важна, Украина не могла нащупать долго идеологию свою, что это государство, язык, культура и так далее, и все это как-то пробуксовывало, мне кажется, но опять же, я уехал в 97-м году, поэтому я после 97-го года я наблюдал все из-за границы, поэтому вам это гораздо все ближе и вы более глубоко можете это все смотреть на эти процессы, я видел, что происходит уже снаружи. Да, господин Майлик, мы будем потихоньку заканчивать, вот вам реплика и господин Майлик, пожалуйста, знаете, я думаю, что мы приближаемся к очень важному 2024 году в современной истории Украины, поэтому что я не пессимист, но все-таки считаю, что не сбудутся надежды, что удастся Украине даже с огромной технической помощью Запада, и я тут еще раз подчеркну, потому что мы забываем, что эта струя военной техники и денег все время поступает в Киеве. Вот жалуемся, что слишком мало танков, самолетов, но чуть ли не каждый день немцы сейчас, голландцы, шведы, датчане даже, они направляют эту струю военной техники в Украину, даже с этой военной техникой очень трудно Украине получить какую-то перемогу в этой войне, это с одной стороны. С другой стороны, все-таки есть какая-то перспектива, впервые конкретное поступление в Евросоюз. Это, конечно, не будет легкий путь, как тротуар Невского проспекта, потому что предвещание того, что ожидает Европу после присоединения к Евросоюзу, мы уже видели, а я думаю, что будут случиться посерьезнее, чем украинское зерно или дальнобойщики. Ну, это есть какая-то надежда, какой-то конкретный, как говорил литовский министр иностранных дел, что когда Украина станет членом Евросоюза, сказал 20 лет, а потом задумался, сказал 25, через 25 лет. Ну, это уже не 20, не 25 лет, но есть какая-то конкретная перспектива. Это два, война Евросоюз, это две главные вехи, и, наконец, третий, очень трудно реформировать страну, почти невозможно реформировать страну в условиях войны. Даже начиная с этой пресловутой коррупции, о которой мы говорим, все литературные примеры, начиная с Гашика, показывают, что коррупция во время войны возрастает, а не уменьшается. Но все-таки третий, по-моему, очень существенный элемент в следующем году, это каким путем пойдет правящий класс Украины, начиная с президента республики. Потому что это становится нам, особенно во второй половине этого года, как-то непонятно, куда пойдем, куда они пойдут. И самое главное, как украинские элиты ведут будущее войны. И вот к тому четвертое это неизбежно. Неизбежен украинский скептицизм на Западе. Да, господин Майман, вот это то, о чем вы говорите, это то, к чему я вел. К чему я вел свои длинные месседжи. Вот посмотрите, даже вы говорите, я со своей стороны это слушаю, понимаю так, что мы дошли до того, что мы точно, как сказал министр Кулеба, должны плясать, танцевать, чтобы нас принимали европейские союзи. Это слова министра иностранных дел. Знаете, вот как бы всё оцениваем по результатам. По факту мы имеем огромную войну с государством агрессором России, то есть со страной, которая стала агрессором по отношению к Украине. Мы имеем огромное количество погибших, раненых. потеряли наши территории, часть территории оккупированы. Повторюсь, ради чего? Чтобы сейчас выслушивать нотации со стороны Запада, чтобы сейчас выслушивать нотации по поводу украинского птицизма на Западе, ради чего мы вообще это всё делаем? То есть вы понимаете, это логически возникает вопрос. Логически возникает вопрос, потому что вечно, вы понимаете, вечно мы должны что-то кому-то доказывать. Вот европейцам, что мы европейцы, что значит мы должны были постоянно доказывать и доказывали бы ещё 150 лет. И ничего бы это не возымело никакого действия, потому что вы знаете лучше меня, что психологически принять Украину, особенно в НАТО, очень сложно из-за того, что есть под боком Россия. И Украина огромная страна, которая, ну скажем, её очень сложно переварить Западу, который он есть. Я не понимаю, вот я всегда был сторонником убеждённым европейской интеграции, очень много на это писал научных статей о природе европейской интеграции, правой природе европейской интеграции. я не понимаю честно, зачем мы в это всё вписались, вот как страна, как страна, у которой могла быть совершенно другая судьба, жизни граждан, которые могли быть сохранены. Главное, просто чтобы понимать, за что нам Бог подарил уникальную территорию. Мы вышли из Советского Союза без войны, без революции. У нас была самая огромная территория на постсветском пространстве после России. Огромный потенциал военный, промышленный, людской. Действительно уникальные возможности. И к чему мы пришли, к чему привела нас вот эта политика? К огромной войне, с одной стороны, и абсолютной апатии Запада помогать Украине и перестраивать условно говоря экономику на военные рельсы и прочее, прочее. Да, господин Малин, пожалуйста, ваше финальное слово, но знаете, какое-то такое, знаете, огромное разочарование, огромное разочарование в том, что 30 лет просто в пустое. Ну, я не бы сказал в пустое, но чтобы ответить на вопрос, для чего ведь это делается, я бы ответил, ведь делается или хотел спеть, чтобы ведь это сделали для себя. А не для какой-то мифической Европы, которая вас до сих пор действительно понимает трудом или не понимает вовсе, и которая, ну, не вся, конечно, но некоторые влиятельные все-таки люди, бизнесмены, люди в СМИ и так далее, хотят дружить с Россией, и тут Украина только мешает. Вот, это правда, да, это, может быть, многие не хотят слышать, но это все-таки правда, что многие на Западе воспринимали и после 2022 года тем более воспринимают просто как какое-то препятствие, которое нам вечно мешает дружить с Россией. Чтобы вести бизнес с Россией, чтобы зарабатывать деньги вместе с Россией или в России. Вот такая, видимо, такая судьба в Украине. Но я из ваших слов понимаю, что вам кажется, что все иллюзии наконец-то разрушены. Но у меня с самого начала особых иллюзий не было. Потому что если с таким соседом, как Россия, надеяться на третий путь, это как-то не имеет особых перспектив. Потому что Украина бы не сделала пойти в ЕС или в НАТО или полететь на Луну. На самом деле это не так уж важно, как кажется с первого взгляда. Потому что Путин и вместе с ним большая большая огромная часть российского населения считает просто, что Украина и так должна вернуться в Российскую империю. Чтобы Украина не сделала. Здесь проблема в кавичках не заключается в том, что Украина делает или чего она не делает. Дело в том, что она вообще существует и находится чисто географически там, где она находится. Вот и все для России именно это определяет, как она на Украину смотрит и не что она конкретно делает. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Гости господин Славмир Майман, заместитель директора Института по безопасности в Польше и Мартин Малик, независимый политолог из Австрии Евгений Кудриц, журналисты из Германии были сегодня с нами. Коллеги, спасибо большое, что были на протяжении этого года в нашем формате. Я думаю, что в следующем году нам будет что пообсуждать. Формат хороший, интересный, дискуссионный. Так что будем собираться. Спасибо зрителям, что были с нами с наступающим Новым годом и действительно надеюсь, что следующий год он будет лучше, чем 2023 год. Хотя, честно сказать, оптимизма объективно говоря прибавляется с каждым днём. Спасибо, Ида Новоскович. Спасибо, коллеги. До свидания. До свидания.